Пасхи В этот день многие рассказывцы привыкли ходить на кладбище. На эту тему мы поговорим с настоятелем храма Иоанна Богослова Георгием Золотовым. По свидетельству евангелиста, когда Христа распинали, то земля содрогнулась и многие гробы открылись. И усопшие пришли в свои дома. Это событие послужило в том числе и для дальнейшего развития христианства. Когда люди увидели своих умерших родственников, живыми, пришедшие в свои дома, они, конечно, возрадовались и возблагодарили Бога, и уверовали в Него. И это передавалось из поколения в поколение. У многих сложилась уже такая традиция в советский период приходить на кладбище. Когда закрывались храмы и не было свободного доступа людей в храм, то люди приходили на могилы, где были кресты, где умершие родственники. И там по-своему молились, совершали какие-то уже свои традиционные обычаи. Но все это ничего не имеет общего с церковным обычаем. Редакция портала «Т-Волк» провела опрос среди жителей. Мы попытались узнать мнение горожан о посещении кладбища в день Пасхи. Нет, не хожу. А в какой день для вас это? На Радунице. То есть вы считаете, что правильно делать это все-таки нужно делать? По-божески, да. Мы не ходим. Вообще на Радунице. Мы на Пасху идем славить Христа сюда, в церковь ходим. И на Пасху ходим, и на Радницкой ходим. И на Радницу я хожу, и на Пасху, и на большие праздники. И вообще нужно ходить. Иногда ходим с сестрой, иногда не ходим. Вроде бы говорили, что нельзя ходить. А потом сейчас уже говорят, что ничего греховного в этом нет, если сходить на кладбище. В наших семьях повелось так, что мы ходим на Пасху и на кладбище. Ну это первое. Второе. Как бы в нашем рассказе у многих такая традиция. Давайте говорить. И это место для встречи. Даже так можно сказать. То есть в этот день мы встречаемся с теми людьми, с которыми, может быть, там и год, и два не встречались. В воскресенье выходной. Я согласна. Люди работают. В понедельник на работу. Ну и каждый старается в воскресенье сходить. Хотя говорят, что на Пасху не ходят для живых вроде бы. Но как бы тоже на Пасху надо сходить. Ну я считаю, что это лучше на Радницу нужно. А почему на Пасху ходят, вот я не понимаю. Откуда вообще пошла, по Вашему мнению, такая традиция? Ну я читала, что раньше далеко же до церкви было добираться. Тяжело было приходить. И поэтому там сразу службу отстояли. И сразу вот тут же были эти погосты. Некоторые заменили это, присоединив этот праздник к Радонице, когда поминаются усопшие родственники. Ну это южная традиция. По-разному называется праздник Радоница, Радуницы, Дяды и так далее. Ну в нашей местности этот праздник тоже мы совершаем и в храме, или на кладбище совершается панихиды. Но сказать, что вот именно нужно только ходить на Пасху или ходить только на Радунице, на кладбище, будет не совсем правильно. Нам ничего не запрещено. Церковь никогда ничего не запрещает. Я и тогда, и тогда хожу. От бабушки еще чувствую необходимость сходить на Пасху, на кладбище. Это как бы традиция семьи и в то же время уважение своим родственникам. Я, например, неверующий человек, поэтому я хожу только потому, что нужно отдать дань своим родственникам. Может быть и не советуют, но мы уже привыкли к этому. Ну и предпочитаем и на Пасху, и на Радунице. Там никого нет на Пасху. Они все здесь, а на Радунице они там присутствуют. Вот это так объясняют православные. Как я слышал, то что на Пасху там Иисус Христос, им накрывает стол. А потом на другой день уже можно ходить как-то так. Я, конечно, всего не знал раньше, потому что все невозможно знать. Когда начинаешь ходить в храм, тогда узнаешь, когда по монстреям едешь. Нам ничего не запрещено, но не все на пользу, как говорит апостол Павел. Нужно разумевать, что полезно. И, конечно, в этот праздник не надо скорбеть, не надо плакать о своих усопших родственниках. Когда приходят на кладбище, ведь это чаще всего не очень хорошее воспоминание. Начинается в такой светлый и радостный праздник, когда все ликуют и торжествуют. Начинают плакать, причитать на могилах. Вот этого делать, конечно, нельзя. А тем более, там распивать спиртные напитки, есть. Это просто вообще кончунство. На могилах совершать какие-то вот эти тризны, эти непонятные языческие даже какие-то обычаи. Это делать, конечно, не стоит. Когда появились вот эти синтетические цветы 60-е, 70-е годы, пластмассовые, бумажные цветы начали делать. Ну, это вообще ни в коем случае, на мой взгляд, не надо делать. Я еще раз говорю, мы не запрещаем, но то, что вот повально у нас это все совершается, этого делать не надо. Для нас они живы, и им принести пластиковый цветок или бумажный, это просто неуважение к покойникам. Вот эти пластмассовые венки, которые вы забили, это все бизнес. Раз это людям нужно, то, конечно, этим пользуются торговцы, и они продают, торговля развивается. Но это ни к церкви, ни к усопшим никакого отношения не имеет. Я хочу поздравить всех жителей Рассказова с этим великим, двундесятым праздником, праздников, праздников, Пасхой, Светлым Воскресением Христовым. Это действительно торжество из торжеств. В этот день Господь воскрес из мертвых, чтобы дать нам вечную жизнь, чтобы мы имели надежду на воскресение свое уже из мертвых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова